К другим темам в Министерстве внутренних дел хотят назначить самое жесткое наказание за организацию нарколаборатории. Лишать свободы на всю жизнь. Об этом в Мажелисе рассказал главный полицейский страны Иржан Саденов. Какие еще меры по противодействию наркопреступности обсуждаются сегодня в материале Жанель Кайнеден. С начала года полицейские ликвидировали 75 подпольных нарколабораторий. В МВД считают, что за подобное преступление нужно пожизненное наказание. Сейчас по действующему законодательству производители запрещенных веществ лишают свободы на срок от 10 до 15 лет. Это то, что касается ужесточения по наркопреступлениям. У ведомства есть и предложения по смягчению наказания наркозбытчиков, точнее закладчиков, которые переступили закон впервые и активно сотрудничают со следствием, смогут и вовсе освободить от наказания. Это связано с тем, что зачастую вреды наркодельцов попадают несовершеннолетние. Вследствие жажды и легкой наживы, низкой правовой грамотности, культуры и социальной ответственности. На сегодня осуждены 6 несовершеннолетних. Привлекаются еще 26 подростков. Большую часть наркопреступлений сейчас совершают в сети, на различных платформах, таких как криптокошельки или мессенджеры. С начала года заблокировали больше 6 тысяч чатов, каналов и сайтов. Еще 1700 сейчас в разработке киберполицейских. Поэтому депутаты говорят, что необходимо четко отрегулировать интернет-пространство. Поднизился возраст. Дети уже туда уходят. То есть самый главный вопрос, это уже вопрос не просто вопрос, а вопрос национальной безопасности. Представляете, через OLX, которую люди пользуются, скрыта реклама. Граффити тоже как. Это язык у них появился, свой собственный язык. Сегодня во время обсуждения законопроекта по борьбе с наркопреступлениями депутаты заявили и о фактах, когда сами полицейские хранили и продавали наркотики. За этот год задержали 11 представителей правоохранительных органов и военнослужащих. Это сотрудники миграционной полиции, руководители и уполномоченные самих управления по борьбе с наркобизнесом при департаментах полиции, сотрудники УБОП, сотрудники исправительного учреждения МЧС и военные. Глава МВД Ержан Саденов подтвердил эту информацию и рассказал, что в скором времени силовиков будут проверять на употребление запрещенных веществ. А вот предложенные еще раньше такое же тестирование школьников и студентов, пока вопрос не решенный, сообщил министр. Жанель Канедин, Ерсултан Берекполов, Астана, Первый канал, Евразия.